Кубанская земля благодатна для садоводства. Каждый год появляются сотни гектаров новых садов, прежде всего яблочных, а значит и переработчикам фруктов есть чем заняться. Об этом убедительно свидетельствует успешная работа предприятия «Лебединская усадьба» в Славянском районе. Крупный инвестиционный проект стоимостью 2 миллиарда рублей по строительству предприятия по первичной переработке яблок будет реализован в районе до 2022 года. Появится еще 40 новых рабочих мест для славянцев. Мы уже рассказывали в одном из выпусков новостей о компании под названием «Лебединская усадьба», которая принадлежит всемирно известной немецкой фирме «Дёлер», ведущей свою деятельность более чем в 130 странах. Славянский завод производит и отправляет известным всей стране предприятиям яблочный концентрат, который служит основой для изготовления не только соков, но и самой разнообразной пищевой продукции. «Наше предприятие существует 5 лет на этом рынке. Мы выпускаем концентрированный яблочный сок, взаимодействуем с крупными садами, также и мелкими фермерами. Перерабатываем яблоко третьего сорта. Есть возможность, конечно, перерабатывать и грушу, но, к сожалению, груши нет. И мощность нашего предприятия – около 500 тонн в сутки сырья». Предприятие работает уже 5 лет и достигло стабильности. Его высококачественная продукция пользуется устойчивым спросом. Вместе с тем здесь продолжают развитие. Благодаря взаимодействию с местной властью для этого есть все возможности. «В рамках нашего инвестиционного проекта мы уже построили новое хранилище вместимостью 6000 тонн яблочного концентрата. Продолжаем развиваться». Глава Славянского района Роман Синеговский побывал на заводе, где ему показали новый производственный объект – хранилище яблочного концентрата на 6000 тонн. Глава района задал руководителю предприятия несколько вопросов о том, как идет работа, и получил на них подробные ответы. На Лебединской усадьбе работают 60 сотрудников. Коллектив квалифицированный и стабильный и настроен, чтобы дальше расширять производство. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».